Друзья, всем привет! Добро пожаловать к нам на канал. Очень рада, что вы заглянули к нам в гости. Мы собираемся съездить на рынок. Впереди лето. Все-таки мы надеемся на теплую погоду. Нурсултану нужно обновить гардероб, купить шорты, трико, обувь именно летнюю. Наверное, будем брать по тип кроксов, потому что сандалии, кроссовки, макосины у ребенка есть. Нужно что-нибудь такое летнее, легкое, чтобы так одел, потому что он поедет сейчас у нас на 2 месяца к моим родителям на месяц. И на месяц потом поедет к родителям Азамата. Потом уже в августе вернется. Будет у нас подготовка к школе. Но сейчас хотим немножечко прикупить ребенку вещи. Конечно, можно было бы заказать на Валберис, но все же хочется потрогать, пощупать. Поэтому поедем и будем покупать. Будет сам себе выбирать, что захочет. Возьму вас немножечко с собой. Погода за окном у нас пасмурная, конечно. Прохладно, но все же не чувствуется такой сильный холод. У нас обещали дождь, но дождя у нас не было. Хотя затянуто. Может быть, к вечеру и пойдет дождь. Уже хочется солнышка, хочется тепла. Хочется заниматься огородом. Но пока погода не позволяет это делать. Такую, знаете, в полную силу. Но вам всем желаю прекрасного дня, хорошего настроения. Мы уже на месте. Здесь взяли вещи. Хотим зайти и взять спортивную форму Нур-Султану. У нас такой спортивный магазин с инвентарем различным. А сейчас пойдем смотреть форму. Огромный выбор. Различные футбольные клубы. Сейчас будем с Нур-Султанчиком выбирать, что он захочет. Это вообще какой клуб? Там он еще дальше есть тоже. Выбирает, что будет выбрать. Почему это разве маленькие? Здесь есть маленькие вот так. Очень много. И спортивной формы. Носочки. Очень хороший, классный такой магазин. Все для спорта. Мы взяли костюм Нур-Султана на лето. Футбольный, потому что он из своего предыдущего уже очень хорошо вырос. Ну и цена тоже, в принципе. И цена тоже, в принципе. По 100 тенге, помидоры, цветочки. По чем питанье? 70. Забы? Ну да, все одно. Типа красивый, да? Огорю. Огорю. Это же это, как они? Мы ходим по базару, решили немножечко посмотреть по рассаде. Здесь также продают домашний творог, молоко, сметана и очень много сады. Почти у каждого. Помидоры такие уже перероски. У меня тоже такие большие уже был высаживать, но погоды по-прежнему нет. Цветов тоже очень много, в основном питунья, сальвия, веники для бани, яйца, грибы. Такой у нас базарчик. Тут домашние продукции. Уже очень много и лук зеленый, у кого-то, чавель. Круто, это очень. Также есть кустовые, смородина. Ой, а у стонки тоже. Скоро цисте уже будут. Анютины глазки, какие красивые. Цветов сколько? Тоже много. Такие все красивые цветочки. Немного еще, наверное, овощей возьмем, огурчики. И возьмем розовые помидоры. Помидоры сейчас по тысячу, красные есть по 600. Есть 750 или 450. Какая-то такая цена непонятная. Яблочки. О, черешня, смотрите, какая красивая черешня. Нам однако дно. Такая ягодка красивая. Подписчики, мама, ревизора. Нектарин, персики. Мы уже дома. Приехали с закупки. Сейчас покажу, что мы Нурсултану купили к лету. Начну с футбольной формы. Сам он себе выбирал. Такая темная, синяя, желто-белые полосочки. Легкая. На десятилетие мы дарили. До сих пор у него форма есть футбольная. Но уже, конечно же, со временем футболочка начала меняться в цвете. Выцветать. Шорты еще такие хорошие. Но шорты у предыдущего костюма немножечко покороче. Эти, знаете, более уже удлиненные. Цена костюма 5500 тенге. Далее взяла трико. Трико такое легкое, знаете, простое. Также он себе сам выбирал цвет. Потому что светлый у него есть. Также будет с собой забирать. Такое, знаете, взяли тонкое. Вдруг если такой будет прохладный вечер, Летом можно будет одеть с кофтой. Либо с водолазкой. Тоже будет неплохо. Цена трико 3800 тенге. Взяли также три пары трусиков. Две пары по 650 и одна пара 1400 тенге. Ну и здесь уже две пары шорт и две футболочки. Шорты одни удлиненные. Ниже коленки, знаете, как бриджи. Также сам себе выбирал цвет. Ему вообще очень нравится цвет. Такой, знаете, приближенный к военному. Они такие зеленоватый цвет хаки. Очень удобный. Тоже, знаете, широкий. Ничто нигде не стягивает на резиночке. Цена 6500 тенге. И к этим шортам такая футболочка в сером цвете. Такой принт. Цена 5500. Кстати, вещи, конечно же, для ребенка дороговаты. Можно взрослого человека за меньшую сумму одеть. Вторые шорты, они идут такое кофе. Шорты цена 4800. Они, знаете, тоже такие простые. ХБ, легенькие. Везде все прошито хорошо. И такая тоже светлая футболочка за 4800. Кстати, у них цена одинаковая. Сзади на спине тоже такой вот классный рисуночек. Это где-то, знаете, там на выход одеть. Все равно там тоже ходят в гости. Так как домашние вещи. Я также буду ложить еще и футболки, и джинсы, и трико, и кофты. А это чтобы, знаете, так вот где-то на выход одеть. Где-то там вечером пойдут с друзьями там погулять. Чтобы тоже можно было красиво одеться. В общем, вся покупочка нам обошлась где-то в 1030. В принципе, это недорого. Еще хотела кроксы, шлепки. Но почему-то мы не нашли Нурсултана размера. Либо были размеры, но мне не понравилась рассветка. Поэтому чуть попозже еще надо будет взять ему кроксы. А так все. Сандалии есть, кроссовки есть, макосины есть. В принципе, по обуви у нас все есть. Но вот обновили, купили все. Сейчас пойдем кушать. И уже позже буду заниматься делами. Может быть, выйду на огород. Немножечко грядки нужно будет сделать. Если дождь не пойдет. Потому что дождь немного моросит. Местами, временами уже хочется, чтобы было солнышко. Все стоит и на огороде все стоит. И заборы мы начали делать на огороде. Тоже все стоит. Потому что вчера был вообще ураганный ветер. Мы думали, крышу с террасы унесет. Ну, вроде бы обошлось. Сегодня тихо, но прохладно. Вышла на улицу. На улицу у нас по-прежнему заграняется плохая погода. Идут дожди. Очень холодно. Сейчас нахожусь в теплице. В теплице плюс 10. На улице плюс 8. Идет пар сорта. Радует одно, что хотя бы нет снега. Потому что смотришь погоду по всему миру. Ураганы, снег, заморозки, наводнения от сильного дождя. Хотя бы этого нет. Ладно уже. Пусть это будет холодная такая погода. Главное, чтобы не было снега. В теплице все по-прежнему. Я, кстати, высадила на рассаду кабачки, тыкву, патиссоны. Пусть растут. Поскребы тепло, конечно. Еще вчера высадила помидоры. Точнее, не высадила, а рассадила. В углу уже убрала горчицу. Туда посадила 4 корешка мазорини. Пусть они там будут. И рассадила черри земледелец. Они у меня там в кучке были. Три штучки. Я их, в общем, знаете, по грядке рассадила. Ну и фифа. Фифа, конечно, болеет. Потому что тепла нету. Два прям такие хорошо они уже отошли. А два такие, знаете, болезненные стоят. Ну а так, в принципе, помидоры по-прежнему в теплице. Часть горького перца в теплице. Капуста в теплице. В общем, все стоит в теплице. Здесь также у меня посажены патиссоны в этих двух емкостях. А здесь огурцы. Это уже для открытого грунта. Ну а так, в принципе, огурчики более или менее, знаете, такие стоят. Огурцы в этом году будут поздно. Если они вообще будут. Потому что с такой погодой урожай в этом году, это такая, знаете, будет прям удача-удача, мне кажется. На улице вчера начала готовить грядки. Убрала траву. Здесь трава прям вообще ужасная была. Нурсултан выносил. Я все это выдергивала. Одну грядочку прям хорошо подготовила. Начала заниматься второй. И пошел дождь. Пошел дождь. Шел всю ночь. Утром сегодня здесь, знаете, в дорожках лучше стояли. Сейчас уже пропиталась более или менее. Погод вообще не дает работать на улице. Эта грядка будет у меня под клубнику. Будет пускать усики. Я буду рассаживать в эту грядку. А отсюда уже начнутся у меня помидоры. Ну а так потихонечку, знаете, занимаясь высадкой. Сейчас вот досадила редиску. Пол грядки. Пол грядки уже хорошо взошла. Чеснок весь взошел. Все хорошо. Перец не буду, девочки, открывать. Потому что и так ему холодно. Но он стоит. Знаете, хотя бы стоит нормально все. Помидоры также стоят. Ну их чуть-чуть открою. Надо будет только вот вечером полить. Потому что уже два дня их не поливала. Ну вроде бы все прекрасно с помидорами. А еще я вчера высадила кабачки. Ой, кабачки. Баклажаны сейчас покажу. Баклажаны на месте. Стоят уже, знаете, такие большие. Такая шикарная корневая система. Но погода, конечно. Но я все же высадила под пленку. Вчера купили пленку. А за маслом султана мне сделали грядку. Мы ее накрываем со всех сторон куртками. Так, знаете, парниковый эффект создается. Потому что внутри, видите, все такое вот мокрое. Капуста стоит. Сиреневая стала. Прям вообще свекла тоже выходит. Все замечательно. Также начала выходить морковь. Прям, знаете, так хорошо сходит. Уже очень много моркови. Будем надеяться, что в скором времени будет солнышко. Будет все замечательно. Здесь тоже. Сегодня посадила укропку. И как нашла банку. Оказывается, дома среди соленей была. Я каждый год оставляю семена. И вот. В общем, посадила. Вчера сюда посадила прошлогодние семена лолоросы, салата и рукола. Свежие вынесла. Но, наверное, сегодня высаживать не буду. Посмотрю по всходам. А потом, если что, досажу. Вот. Хотела грядку тоже убрать от травы. Но пока мокрое все. Не буду трогать. Чеснок. Лук, кстати, тоже. Снова начал расти лук. Очень много. Замораживать пока еще рано. Я так рано не замораживаю никогда лук. А сушить я уже его насушила. Для специй его достаточно. Надо ждать теперь следующие. Травы это базилик. Мяту. Мята тоже всходит потихоньку. И так. Укроп, петрушка. В общем, такие вот дела на огороде. Может быть, уже будет просветиться. В принципе, на субботу, воскресенье стоит теплая погода. Ну, а так все сыро, все влажно. Вроде бы, только начинаешь работать на огороде, что-то делать. Дождь. Чуть-чуть просохнет. Только выходишь работать. Опять дождь. И так уже почти три недели такая у нас погода. А у нас наступил новый день. Приехала с работы. Сейчас нужно будет приготовить обед. Я с утра достала мясо, чтобы оно размораживалось. Готовить буду плов. Казан ставлю на плиту. Отправляю туда мясо. И пока мясо у нас будет обжариваться, я займусь овощами. Нужно будет очистить морковь, а также лук. Лук после я нарезаю таким крупным кубиком. А морковь нарезаю брусочком. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Овощи подготовила. Периодически, конечно же, помешиваем мясо. После этого я добавляю специи. Соль, перец. Добавляю немного кари, хмели-сунели и кориандр. Также можно добавить зиру. После этого к мясу отправляю овощи. Обжариваю минут 5. Промываю хорошо, тщательно рис, чтобы вода у нас была белая. Добавляю туда рис и наливаю воду. Воду добавляю так, чтобы она слегка покрывала у нас рис. Еще немного присаливаю. Добавляю для вкуса чуть-чуть кари и куркуму для цвета, чтобы рис у нас был желтый. Закрываю крышкой и варю минут 35-40. Ну а пока готовится обед, решила немного навести на кухне порядок. Начинаю я со специи, потому что здесь в тумбочке очень много всего у меня рассыпалось. Сначала достаю все баночки, после этого хорошо пылесошу. Также вытираю влажной тряпочкой, но потом уже все складываю по своим местам. Есть, которые специи у меня закончились, были в наличии. Я их досыпала в баночку. Нужно будет как-нибудь выбрать время, съездить в вас декор, докупить специи, потому что много чего у меня начинает уже заканчиваться. Я еще, кстати, специи покупаю, когда к нам приезжает ярмарка Дары Кубани. Она недавно была. Я все собирала, собиралась, потом вообще забыла, что она у нас есть, эта ярмарка. В общем, они уехали. Теперь где-то через месяц 5-6 снова приедут, и нужно будет потом съездить. Покупаю я там всегда это сухую аджику. Она идеально подходит для салатов, если эти салаты острые. А также мне нравится для мяса эта гранатовая специя, тоже очень вкусная. Но так, в принципе, у нас все есть, то, что они еще продают. Ну и цена у нас, конечно же, не такая высокая, как у них. Музыка. 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 В специях порядок навела. Немного прерывались, пообедали, убрала все со стола и продолжаю наводить порядок дальше. На очереди у меня это крупы. Сейчас нужно будет досыпать все в баночки, поставить на места. Также нужно будет еще и докупить крупы. Крупы у меня всегда хранятся в верхнем шкафу. Когда в баночках заканчивается, я досыпаю. Это очень удобно и, конечно же, красиво. После этого нужно будет протереть верхние и нижние фасады у кухни. А также хорошо повытирать столешницу и мойку. Музыка. 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 Остается у меня обеденная зона. Я убрала предыдущую скатерть-дорожку, отправила ее в стирку. Сейчас протираю хорошо стол, застилаю чистую скатерть. Устанавливаю все, ставлю все по своим местам, раскладываю порционные салфетки, стулья задвигаю, остается мне только пропылесосить на кухне и повытирать пол. Музыка. 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 На кухне с уборкой я закончила. Конечно, я стараюсь сразу же где-то по возможности наводить в ящиках, в шкафах порядок, чтобы всегда было чисто. Но бывает такое, конечно, когда не когда особенно это касается специй. Поэтому сегодня я здесь все повымывала, повычищала, поменяла скатерть-дорожку чистую, отправила в стирку. Пока сегодня солнечная, хорошая погода. Я сразу же затеяла стирку. Сейчас достируется последняя партия, повешаю и уже пойду работать дальше на улице. Пока белье стирается, быстренько поубиралась на первом этаже. Здесь тоже в гостиной. Начинаем потихоньку собирать вещи к отъезду на султан в понедельник. Повезу его к своим родителям на месяц, на летние каникулы, чтобы ребенок немножечко отдохнул, набрался сил. Поэтому все сейчас перестирываем, готовимся потихоньку. В общем, сейчас отдыхаю и пойду заниматься огородом. Сегодня хочу доделать грядки, которые я показывала, нужно сделать и высадить помидоры. Вышла на улицу, вчера не успела заснять результат, начала потихоньку готовить грядки. Это у меня идет под клубнику, буду рассаживать, потому что клубнику уже начинают выпускать усики. И эта грядка у меня такая запасная, в которую я потом пересаживаю. А когда в этих основных грядках пропадает клубника, то я сюда досаживаю, ну и плюс здесь тоже будет клубника. Также посадила 4 арыка, помидор. Помидоры это были у меня на подарок, которые мне давали два вида, оранжевый и красный. Они идут низкорослые. Ночь простояли, вроде бы все с ними замечательно, все с ними прекрасно. Сегодня у нас праздник, мы сейчас пойдем в центр, погуляем немного, а уже вечером буду заниматься дальше. Буду еще готовить два арыка. Ну, точнее, они у меня идут такие два, но я делю их еще на два. В общем, в итоге выходит 4, как и здесь. Конечно, вчера было очень тепло, хорошо, но много мошек, прям огромное количество мошек. А еще я высадила помидоры черри. Это у меня мои, они идут желто-медовые, такие сладкие. А эти помидоры черри это земледелец от семян партнера. В общем, по 5 кустиков в этом году не стала высаживать густо. Оставила 5 кустиков на одной грядке и 5 кустиков на другой грядке. Баклажаны чувствуют себя прекрасно. Смотрите, какие они просто шикарные стоят. С капустой чуть немножечко проблемы, ее нужно будет досадить через дня, наверное, 4. Уже погода, когда совсем хорошо восстановится, буду заниматься вообще полностью огородом очень хорошо. Основательно, как говорится. Отвезу Нурсултана к родителям и потом уже спокойно будем все это потихоньку делать. Такие вот, в общем, у нас дела на огороде. Ну, а на этом, дорогие друзья, я буду заканчивать свое видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно ставьте пальчик вверх, так я буду видеть, что вам нравятся мои видео. И подписывайтесь на телеграм-канал. И увидимся с вами в скором времени. Всем пока-пока.